МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так познавательно! Жизнь — это вечная учёба. Всем привет! В эфире передача «Пульс с эффектами» и у нас в гостях какая-то группа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Короче, первый вопрос. Когда вы только собрались, мне, как и многим показалось, до сих пор кажется, что группа Кист-Сист это такой бесед-проект группы Генерал Гривус. Такое что-то побочное, как будто бы не обязательно его... Вот, и несерьезное. У вас есть сейчас, в общем, прекрасная возможность, чтобы пояснить всем, что это, в общем, не так. Вроде так и есть. Да, вроде не так. Да. Мы не будем ничего объяснять. Все так и есть, потому что. И... Когда Кист-Сист собирался, мы хотели с Аркашином, бля, играть еще злее, чем Генерал Гривус. Но... Но еще заодно поучиться играть не может. Была... Это... Блин, соответствующая аппаратура для злой игры. Которую некто было девать. Ну и в принципе... Получилось, короче, что получилось. Ну, это... Не, мне кажется так. Мы хотели бы играть в Металл Кор, который... Типа нельзя было тогда еще играть в Генерал Гривус. А теперь в Генерал Гривус можно играть в Металл Кор. Ну, это подходит. Получилось, что получилось. Ну, да. Получилось, что получилось. А изначально это как-то вдвоем во имя было разжено? То есть... Или сразу же и Артур был на месте? Нет, я был на месте. Нет, Артур на улице просто. Подобрали. Вот так мы поиграли с Аркашином. Я подкидыш, которого Богдан нашел в интернете вообще. Павел, я мюзик с Крима. Ну, скажи. Ну, просто... Я сам вообще на самом деле нихуя не понял, как это произошло. Богдан лучше объясни, потому что он просто подошел ко мне как-то раз на концерте и такой «Привет». Я такой «Привет». А потом он мне пишет через два дня «Не хочешь в группе попеть?» И все. Это, блядь, все знакомство, которое с нами произошло. Я не знаю, как так вышло. Но это забавно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот начал ты с афиш для концертов, а сейчас вот дорос до совместной работы с Государственным центром современного искусства. Расскажи, вот как вообще ты начал, и расскажи, на какой стадии сейчас находится ваша совместная работа с Арсеналом. В чем она заключается и какие планы? А, с Арсеналом пока там вообще все очень тухо. С Арсеналом так хорошо все сложилось, что они перенесли все на следующий год. Вот, с ними так все сложилось. А что это такое? Что за проект? Я, кстати, не знаю, насколько можно об этом рассказывать. А вообще, как я начал рисовать? Ну, просто я закончил универ, я должен был стать учителем русского языка и литературы. Я подумал, что я не хочу этим заниматься. Я пошел заниматься дизайном сначала за 13 тысяч рублей в месяц. И потом я просто начал рисовать афиши. Мне было интересно порисовать анимашки, вот, шевеляшки. Аниме. Да, аниме. Я до сих пор не понимаю, почему мне никто не предлагает рисовать аниме. Вот. И так просто дальше пошло по накапанной. Типа, рисуешь, тебя кто-то видит. И так вот, видимо, и заметили чего-то из Арсенала. Не знаю, откуда они вообще меня заметили. А вопрос касательно, как раз, вот, ты обманывался про аниме. Я вот хотел спросить, вот, то, что в твоих работах, во многих, прослеживаются мотивы из русских народных сказок. В этой связи хочу уточнить, нахер тогда все вот это аниме и Kisses и прочее. Почему не русские народные сказки? Да не, это просто, мне кажется, это мой какой-то маленький заеб по поводу всех фольклорных тем. Мне просто это нравится. И я это впихиваю везде, куда это можно даже в название релиза Kisses. Про кому суждено в гробу лежать, тот от него и ляжет. Ну, по-русски, если. Вот, а аниме, ну, у нас просто клуб анимешников, клуб по интересам. В следующем релизе не будет, в принципе, русские сказки. Будет следующий релиз максимальный аниме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 ООООООООООООООООООООООЛ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok да все так на мою борту